Музей автомобильного искусства Музей местная крымская? Да, да. Ну хорошо. Есть свои тастомные автомобили у нас, которые собирались здесь в Крыму. Естественно, коллекция частная. То есть вы откуда-то брались автомобили, восстанавливали? Конечно. Ну вот это, например, как история создания, что вас вдохновило? Вообще, Потро построен на базе Форда модели А 29 года. Вот, ну тут видно, что от 29 года, естественно, тут кабина. Все остальное уже более модифицировано и более современно. Ну да, все. Здесь стоящий реле, это спасной БО, опять 7 литров, на которой вода и 300. Какого года это было раньше машина? Вообще, 29. 29. А у них что, была 8 цилиндров? Нет, да я же говорю, что это уже более современный. Здесь стоит двигатель, опять же, ходовые части, то есть здесь уже дисковые тормоза стоят. Вот, так же автоматическая коробка трехступенчатая автоматка. А это что? Это Chevrolet Corvette C3. Это тоже довольно легкий автомобиль. 475, 7 литровый битблок здесь мотор, это кабриолет у нас. Таких автомобилей вообще осталось 7 до 13. Ого! Длинность где-то из них у нас, в нем мы ничего не меняли, то есть он таким был, как и стал. Вот, здесь 7 литровый мотор, 440 сил, 580 мм в предкачьем моменте здесь, от нуля до сотни он делает меньше, чем 50 мм. И все, то есть рабочее находился? Да, и автомобиль, в котором вообще практически ничего здесь не делалось, то есть он такой художный. Как принцесса, завод стоит, хоть до краски. Ничего страшного. Вообще, на самом деле, он у нас вообще белый, с зеленоватым оттенком, я не знаю. Ну, у меня камера не пи... О, смотри, я ее... Да, забыл. А это вот, это что за малышка? Это Kia Sport Spider, тоже довольно-таки интересный автомобиль. Вы видите, здесь 8 литров на 118 км. Опять же, видимо, что это кабриолет. Но это экспортный вариант, это автомобили, что из Соединенных Штатов Америки. Тут конкретно поставлялись у них в Талифорнии. У него приборная доска, то есть измерение скорости в милях. У него нет, даже на шпидометре. Она, кстати, очень... Ну, точно такая же, как у нас стоит в шестерке, в Жигулях и в троке. То есть, откуда, в принципе, наши уважаемые товарищи... Ну, понятно, это же понятно, в Тольятти оно и построилось. Не, итальянцы вообще сами построили по лицензии. Ну, понятно. Ну, и в последний день... В Тольятти это вообще имя кто, кого? Понятно. Итальянского коммуниста. Тогда же Советский Союз был. Но, да, но в Теата вообще разрабатывали дизайн. Вот, именно вот этих, что-то я четвертых. Компания Пененфорина, очень известная на самом деле компания. Ну, это дизайнерская. Да. Самолеты, они все делали, вплоть до купонной мебели. Они также работали с автомобилями, естественно, как Перари и Мазерати. Даже если присмотреться на переднюю радиаторную мешокку, то есть, если убрать банк, то как стояли на Перари. То есть, если налетить туда коняр, то это не старший пакет. Это пастомный проект, это наши команды, в общем. Это ЗИЛ-1030. Да, ну, опять же, здесь от него только кабина присутствует. Все остальное. Здесь кастом, кастомный ОГНС. Ну, то бишь кузок. Ну, да. Вот. Опять же, он стоит на базе Chevrolet Taha. Абсолютно. То есть, это, взяли Taha-ский кузок, да, то есть, сняли и на лидераму, да, поставили кабину. Естественно, это тоже трудоемкий процесс. Подогнать его? Да, все подогнать, переваривалось, все переделывалось. Вот, в общем, двигатель тоже здесь стоит отмывок, 5-7 литров. Но он в ГАИ не зарегистрирован, походу? Потому что даже непонятно, как его зарегистрировано. А как его регистрируют, как, как, какой, как, как ЗИЛ, просто, как в паспорте, да, указано. Ну, такой интересный ЗИЛ. Его передел. А двигатель движок стоит какой? 5-7 литров, атака, да. Диски, так, шарджера, 69-го, в нем панорамная крыша, естественно, автомат, полноприводный. Очень такой интересный момент, да. Ага, понятно. А вот это, чтобы интересно такое? Это Дилак Бли, 60-го года. Ого. Ой, 66-го. 60-го, 60-го. Кстати, у нас есть 60-го года, только он, вот, отсутствует на его месте единство. Да, здесь 7-литровый мотор, 30-40 лошадей. Это у нас шарка фриолет, то есть с активным верхом. Причем электрический, здесь активный верх, то есть с 66-го года уже, что делали американцы. Также автоматически просто тричатый автомат здесь, стерпоподъемники здесь электрические, электрорегулировка, сиденье, кондиционер. То есть, уже до того времени здесь еще есть такой интересный момент, нужно обратить на крыле, на переднем, да. Это будет чуть выше банка, это помощники, вспомогательные. То есть, при повороте руля в темное время, да, вот суток, он помогает определить примерно расстояние до какого-либо препятствия. Ничего себе, да, просто когда поворачиваешь руль, да, там, и подключаешь поворотник, чтобы видеть, видно тебе было, да, допустим, либо до автомобиля расстояние стены, дерева и забора и так далее. Дома, гаража, прикольно. Ну, это примерно интересно, оценочная стоимость этого автомобиля, ну, интересно просто. Да, честно, даже не скажу точно, да, смотря где, смотря, это все зависит от состояния, где покупается, и он, честно, даже не стоит. Потом, что автомобили все реставрировались, то есть, даже за те деньги, которые они были приобретены, это уже далеко не будет стоить этих денег. Ну, красиво, малышка. Я точно не скажу, вообще абсолютно не за такое. Просто, да. Дойти можно при желании, ну, не все может быть, да. Ну, там это сто тысяч, двести тысяч, там, просто, такая, плюс-минус. Всего смотря. Ну, евро. Не знаю. Даже точно не за такое. Да. Просто, опять же, каждому есть своя цена. Ну, да, понятно. Ну, может быть, такой продаваться просто ради примера в тысячу долларов, а может такой же продаваться там за... 5-7 тысяч долларов. То есть, новая политика может покупать. Ага. А это что? Это Lincoln Continental Mark IV. Довольно-таки тоже интересный автомобиль. Автомобиль 1974 года. Это ответка американцев на английский Rolls-Royce. Да, да. Вот. Для своего времени, то есть, для 1974 года, в него, короче, он оборудован по последнему слову техник. То есть, у него 7,5-литровый мотор, а у него 356 лошадиных сил. Опять же, это первый автомобиль, который сошел с конвейера с АБСом. Уже в те времена. Угу. Двухзонный климат-контроль. Дальше, фассетный и радиомагнитофон. Здесь часы Cartier. Опять, топ-винил. Это считалось топово. Да. Виниловая крыша, то есть. Она еще служит, потому что мы изоляционами. Здесь можно было любую кожу на заказ выбрать у завода-изготовителя. Опять же, слепая решетка фарка. А, ну да. Вот точно. Туда, спепельница, прикуриватель в нем стояла. Вот. А также, стеклоэлектроподъемники, электрорегулировка сидений. Там, по-моему, даже подогрев, круиз-контроль. Ну, в общем, все, что можно было сюда поставить для того времени. Все здесь стоит. И для чего вообще делалось это? Виниловая крыша. У нас нет каких-то автомобилей. Мы бы не делим. Якобы кабриолет. Потому что многие даже приходят, вот, посетители, гости, да. И задают... О, о чем кабриолет? Ну, и так думаю. Вот. Кстати, у нас еще, можно обратить внимание на диски. Это диски спицер. То есть, они закручиваются всего одним болтом. Вот этим? Да. И здесь еще и присутствует пневмоподвеска. Ну, это уже кастерный проект. Оригинальный что стоило? Просто ничего. Ну, обычно. На обычный подъезд. Да. То есть, на диски. А эти машины вообще выезжают отсюда туда? Конечно. Мы ездим по фестивалям. Да, по выставкам. А берут на съемки? Ну, вот у нас уехал. Сейчас у нас есть мустанг тоже, на 66-го года. Он уехал вот сейчас на съемке снимать. В фильме, да? Какого-то фильма идти? Понятия не имею, но надолго он уехал. Он до конца месяца был там. Ну, конечно. Такие красивые. Он уехал назад у нас. И вот до конца месяца сказали, что люди там уехали. Уехал и с хозяином, соответственно? Или берут без кости? Ну, у нас нет. Естественно, с нашей командой поехал. Да, это мой друг. Вот. И он поехал туда на съемки. Угу. Угу. Хорошо. Давайте. Так. Это, ну, это... Да. Тоже автомобиль сестраил. Да? Да. На самом деле, очень интересная история. Он у нас 7 лет. То есть, музей нашел 2 года. То есть, на 2 года в августе было. Вот. 7 лет назад приехал человек, обратился за помощью. Это был обычный рам. Ничем, в принципе, не примечательный. Шурнал члета обычного заводского. На 2004 года данной модель. И попросила с ним что-нибудь сделать. Есть такая версия рама. Это дорж рам. Только есть рамбл. То есть, это спортивная версия. Можно обратить сзади на крыле. У символику. В конце вот. Желтая. Рамбл. Да. Это челка с моторчиком такая. Вот. Чем они отличаются? Ну, естественно, вот двигателями здесь стоит. Тенни 5.7. Это уже расточенный мотор. Вот. У меня 307 сил. Однём изначально было отключили кровой мотор на 307. Я соврал на 370 здесь. 360. Вот. И еще они отличались опять же капотом. То есть, у них устанавливался такой дополнительный девайс пухов. Передним бампером, боковыми обвесами, выхлопом, задним бампером. Опять же спортивный салон там стоял и крытый кузов. Мы его покрасили в черный мат. Вот он выгорел. Выгорел. Ну, да. Такой он, как я, на улице это был. Ну, не все время. То есть, какое-то время выгонялся, стоял на улице. Вот. Вот. Человек приехал, вот попросил все-то с ним сделать. Потом он исчезал, вот опять не было. Потом он появился. О, говорит, что вы, если ничего не сделали, я думал, что это Мадонор уже. Ну, нет. Зачем? Нужно так поступить. Машина не наша. И он уехал. Не было его, не было. Приехал, переоформил на наш крымский номер. Вот. Поставил его два года назад. И он опять стоит вот этого года. Ну, да. Точно интересная история. Ну, как-то так. Хорошо. Интересно. И каждая машина со своей историей? Да. Это их только, наоборот, удораживает в плане, как легенды. Толстые. Толстые. Ага. 250. Довольно тоже интересная версия. Это дизельный мотор. Здесь стоит 7 мл. Американцы дизель. Первый раз такое слышал. Да. Здесь и механическая коробка передач здесь. Так. Вот я в 94-ом, по-моему, если не ошибаюсь, точно не помню. Вот. И 185 сил здесь. Ну, он же опять не рассчитан, да, допустим, так. Ну, рвать с места. Да. Ну, так. Тягач, кстати. Американцы что хотели сделать? Тягач поменьше. Угу. Да. Вот такие короткие. Они есть большие, да. Вот такие же рамы. Хотели сделать поменьше, на них обратила внимание молодёжь, вот арабанила их всех в гонку. Вот такие годы. Угу. Здесь и почему они начали делать это, вот, спортивные они такие версии, дозрамы. Так как автомобиль также переделался. Переделался. Пересобирался. Нашими друзьями. Это сын и отец собирали её. То есть, опять же, практически всё с нуля. То есть, приводили в порядок кузов. Опять же, всю подвеску. Мы видим, что она новая. То есть, нелегкованная на 17 сантиметров. В стандартной комплектации. Собирался, брался дизайн вот по модельке той, которая стоит на торпеде. Ну, в общем, у них всё получилось. Красиво. Молодцы. А, здесь отличие от стандартной версии. Решётка мы убрали здесь стоит. Металлическая. Металлическая. Такая GMC. Да, если я не автобач. И здесь стоят металлические передние и задние монтора. Ну, насколько я знаю, у американцев проблема вытащить мощность из малого объёма двигателя. Ну, поэтому мы и стояли в основном на 8-м. Ну, да, большого объёма. То есть, я запустил сам в Европе. Нет, у них были рядные шестёрки. На самом деле, очень много даже были переднеприводные автомобили. Поэтому... Ну, все это редкость. Редко. У них, да. В основном это что? В-8. Да, В-8. Ну, да. Нанимал-то там 300 сил 280 и пошёл-поехал. Опять же, автоматы, то есть мало где устанавливаются. У нас есть пара экземпляров, причём спортивных. Ну, поэтому там установили и стоит у меня механика. В основном всё автоматическое. Ну, то есть, коробка. Понятно. А это что? В-8. 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 Мы даже можем видеть по модельке. Вот. Какая моделька стоит. У неё на сколько вот пускай. Да, вот где фара заканчивается, сразу начинать она. А здесь вот... То есть, ещё расширено. То есть, это... Там стоят проставки. Здесь стоят диски оригинальные от Porsche 911. Здесь стоит тоже не такой простой двигатель. На заводские выходили 1,3, по-моему, литра. А здесь 1,6 мексиканец. Ну, то есть, он, скажем, такой немного спортивный. Ну, у меня их в основном уже в Мексике, по-моему, выпускали. В основном, да. Да. Ну, в которой, в Германии стояли двигатели вообще европейские. Да. В сборке европейской были двигатели 1,3 литра или 1,4 литра, я не помню. А здесь стоит 1,6. 1,6. Ага. В общем, мексикозы погоняли там. Ну, да. Постарались. Вот это вообще что-то интересное. Какое-то... Это, естественно, тоже одна из нашей гордости. Так же автомобиль создавался нашей командой Road Road Custom. Разрабатывал этот дизайн Алексей Кружко, то есть вообще этот автомобиль. В общем, это прородитель этого музея. После постройки данного автомобиля, была идея создать музей. Изначально вообще хотели сделать чисто, чтобы в музее были только кастомные проекты. Что-то типа такого. Ну, это очень много времени забирает. Ну, двигаемся в этой сфере, ну... А почему я не понимаю, вот эти все рессоры, это же когда будет с дороги все лететь туда. Ну, например. Ну, ничего страшного. Мойку никто не отменял. Ну, это же автомобиль, опять же, не для повседневной везды. То есть, можно захотелось, если поехать куда-нибудь, вдруг погоду выбрал. Тем более, это кабриолет. Этот автомобиль раньше был победой. Раньше был, ну, это очень трудно узнать. Да, то есть, вот она была. Такой, не просто так. Это чертеж. А, вот. Да. Она была, ребята, такой. Она строилась почти четыре года. Также она меняла в четыре раза дизайн. Она была вот такой даже. Это не чертеж. Это, на самом деле, она. Эта машина была вот такого плана. Но, как-то, когда я уже говорил, номинал четыре раза дизайн. То есть, как бы, бамп, ну, как это вот эта фигня? Капот, это от этой машины? Ну, от этой Победы? У ее остался капот и, как бы, задняя часть. А это пластик или? Да, это чисто металлический металлический. Да, полностью. То есть, здесь отдельно только идут двери и капот. Все остальное – это цельный металлический кузов. Ага. Ну, вот. Здесь газовская передняя подъездка. Сзади, там, СССРДСовский подрамник. То есть, двигатель здесь тоже от Мерседеса. 3,6 ТМГ. Рядная шестерка на 300 сил. Вот. Можно посмотреть. Автомобильный назвали шарком. Шарк-акула? Да. Ну, он похож, да? Да. А, турбинка вон стоит. Да? Это ж турбина? Нет, это воздухо. А, просто воздухо. Думал, что накачивать, то, это, турбина. Да. Вообще интересно. Это же люди увлечённые, есть этим делом. У нас ещё строятся проекты в дальнейшем. О, да. Назвали. Сзади там стоят 22 дюйма диски, впереди 18. Ну, это вы, ребята, местная команда, или у вас интернационал? Да. Ну, крымские, да. Все крымские. Да, все крымские. Ну, и вопрос, откуда средства на это дорогое удовольствие. Потому что это же не дёшево всё это. Да, у нас 12 очереди, которые помогают. Мы им помогаем. А, вы, 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 ну, хорошо. Да. Надо. Хорошо, ну, давайте дальше, а то там. Вот. У меня ещё такой интересный. Да. Найдёте здесь передний поворотник? Передний поворотник? Да, да. Ну, если уже, я думаю, или где-то в фаре встроено, или где-то вон за этими акулями, нет? Нет? Ребята, кто найдёт передний поворотник? Так. Наш проект. ГАЗ-21. Естественно, тут тоже. Сложно её узнать. Некоторые путают у нас на витанских автомобилях. В общем, здесь у нас, опять же, что мы поработали пока над капотом на передней части немного. Здесь расширены арки колёсные. Передние, также задние. Занижена крыша на 13 мм. Вот. И это уже не седан, это стало купе. Естественно, увеличивает заднее крыло. И, опять же, здесь 22 диски стоят. Она на пневмоподвеске. На двухконтурной. Ну, в будущем здесь будет стоять четырёхконтурная, независимая. То есть, она будет работать, каждое колесо, независимо друг от друга. То есть, она будет танцевать. Угу. Можно вас снять. Это единственный автомобиль, который на данный момент у нас не на ходу сейчас. Вот. Но, она ездила. Здесь стоял двигатель Ford F-150. Позже я покажу, где сейчас она. Также с него здесь стояла коробка передач. Ну, естественно, здесь был и руль, и всё. Это всё сняли. Почему? Ну, потому что она извлекали отсюда моторку. Она обездвижена. В дальнейшем она будет ездить. То есть, мы планируем уже с осенью заниматься и дорабатывать. То есть, она будет таким шоу-таром. Планом всё так поставить. Меликровый мотор. Ну, для такого, скажем, черного зуба. Ну, там, по весу она не будет сильно морда перегружена? Да нет. Всё рассчитываю. Она основная мерседеса стоит. Ага. В принципе, ничего не изменит. Она сама по себе не лёгкая. То есть, опять же, там стоят подрамники и они дают свой вес. Так же, она сама по себе, то есть, тяжёлая. Она, это всё сделано практически тоже с Волговского родного металла. Они очень тяжёлые. Вот. Спасибо. Так, это что за интересное? Это у нас... Или же по эмблемам такими. Это... Нет, сейчас... Ладно, расскажи. Шевреле Камара. Это 76-й год. У нас стоит автомобиль. И выполнена стилистикой в стиле трансформеров. Ну, с кинофильма о трансформерах. Киногерой как Бамбл. То есть, здесь даже... Ага. Так фильмы были. То есть, да. А то я думал, что за марка новая? Автоботы? Нет. Ну, это на картинке видно, то есть, как он трансформировался, каким он был. То есть, там можно было наблюдать его в первой части фильма. Буквально там 40 минут. Первый. Это первым автомобилем парня был. Главного героя. Здесь у нас что? Стоит такой же смокбок, мы могли видеть. Да. На патроте Ford наверху. Здесь также 300 сей. В общем, здесь, чем характерен этот автомобиль, здесь стоят диски очень длинного дизайнера Бойда. Он выпускал какую-то лимитированную версию. Создавал я, выпускала фирма Крага. Тоже очень известная фирма. У нас на многих автомобилях стоят эти диски. В общем, он всегда выпускал лимитированные версии. То есть, он мог выпустить, допустим, весь комплект. И после на этом закончилось. Можно обратить внимание, что они из двух кусков разного металла соединены между собой. Это у нас Pontia Firebird. То есть, огненная птица GTI. Здесь двигатель у нас такой же стоит. То есть, у них линейка идет. Это Smallbook. А, нет, здесь нет. Здесь нет. Здесь не Smallbook. Но тоже 5,7 литра. Здесь 330 сил. В нем вот. 89-й год здесь. Тут уже мультируль можно увидеть. Кузов. Тарго. То есть, здесь съемная крыша. Она еще и служит как панорам. Ну, она как и панорам. Здесь видно, башня, стеклянные. То есть, эти две половины. Они снимаются. Да. Кладутся туда вот заседения. И поехали. Вот. Можно, вот, посмотри. Там мультируль. В 89 году. Ну, опять же автоматическая коробка здесь стоит. Так. Хорошо. Это, кстати, прямой конкурент вот Camaro. Они вообще... То есть, у них Firebird есть точно такие же, как и Camaro. Тех же годов. То есть, 7 часов. Вот. И назывались они Firebird. Формула. Отличались они с токами задней меры и немного передней части. В принципе, все остальное то же самое. То есть, что и здесь. Это Corvette у нас тоже C3. Опять же, мы видели наверху белый стоял. Да, только это немножко такая распространенная версия, скажем, по сравнению с тем. Вообще, он очень интересный дизайн. Да. То есть, почему, вот опять же, пары прячутся, да? Это еще такой же вопрос. Найдете здесь дворник? Дворники? Ну, они наверно утоплены под крышку бампера этого? Ну, посмотрите. Я не знаю. Сейчас. Ну... Или она как-то вот эта приподнимается? Да, совершенно верно. Ну, я вижу, что она просто... Да, их видно вот на самом деле отсюда. Просто, да. Никто не обращает внимания. Эта часть поднимается и выходит сюда. Да. И доводчиками выезжают дворники. Делаются и делаются. И так же тренируются обратно. То есть, то для чего делать? Для полной обтекаемости этого ваниля. И можно увидеть даже. Да. Как она идет. Так у него идет дизайн. Ну, это чтобы не выступать там. Опять же, Феррари, Мазерачи и так далее. Даже тех, где бог, это 69-й год. Ну, опять же, видим жабры, но не просто так, что это было сделано. Ну, да. Для дальнейшего пошло. Здесь у нас стоит, кстати, тоже слой блок. 5-7 литров. 300 сил. То есть, все очень было. Как бы это... Их и ставили в основном. Здесь, опять же, тут кузов арка. То есть, опять же, съемная крыша. Вот. Механическая коробка здесь. Здесь расширены передние арты и задние. То есть, расширяли заднюю арку для того, чтобы поставить большую коробку. Ну, естественно, и чтобы он не выглядел совсем нелепо. Ну, вообще здесь немножко, как бы, передней части. Ну, в общем, довольно плохо. Ну, да. Он, кстати, у того, у них пластиковая кузова. Композитный или пластик просто? Это пластик. Да. Ну, как бы для уменьшения веса. Ну, я вообще, если не ошибаюсь, то он, по-моему, у шевролетов постоянно шли пластиковые кузыки. Всегда пластиковые. Понятно. Так, а это что у нас? Это Камара у нас Chevrolet. Тоже 89-го года. Это один из самых у нас шутрых автомобилей такой. Здесь, опять же, механическая коробка. Здесь 5-ти литровый моторный 240 сил. Ну, мало. 240 лошадиных сил. Относительно. Ну, да. Ну, да. Так, да. Выиграет крутящий момент и аэродинамика, опять же. Ну, я вот, кстати, буквально недавно смотрел передачу, сравнивали Камара и Fire Door. То есть, по аэродинамике, что лучше. Победили, как бы, Fire Door. На нем даже, ну, понятно, мы развивали скорость до 300 миль в час. И, опять же, а здесь, как бы, мы видели у него, да, выкидные фары. То есть, а у него, у меня здесь стоит такой забор, который влияет на аэродинамику. Но, в нашем случае, по-нашему скажу, это нет. Он в обвесе аэродинамику. Здесь механическая тоже коробка передач и на пневмоподвеске. Но, опять же, это кастом. И, опять же, под заводом изготовителем, они не делались. И, можно обратить внимание, что это без скала, задняя часть кузова. Это, так же, передняя, стойка задняя. Повар-повторители боковые. Точно такие же, как на фарбе. Ну, хорошо, пойдемте, а тут уже темнеет, нам еще это... До скоти это работает? Канатная тоже. А, да, ну, надо 10 тысяч. Там еще жена стоит, ждет меня. Если надо ползать. А, она ей не нравится, это же. Она говорит, пойду по фото, а уже стемнело. Ага, а это что? Это кастомный проект, опять же, под рот. Из основы была взята кабина от газа 51. 51, я вижу. Это тоже с американцами, что эти газы все были куплены. Двигатель здесь американский. Ну, я уже так вкратце. Здесь 5,2 литра. Гидроусилитель стоит. Рама полностью кастомная. Это рекордсмены по сборкам. Собрали его за 12 дней. Готовили в фестивале. Ну, то есть там ставится кега и развивается пиво. О, это хорошая вещь. Это вам в Германию надо на нем. Это, опять же, нашего друга Трайк. Собрал у него сам. Собирался он в течении трех лет в подвале дома. После постройки его, началось так, что не смогли оттуда извлечь. Ну, пришлось разбирать стены. То есть, чтобы он разбирать. Потому что он металлический здесь. Его пришлось бы резать. Этого никто не хотел сделать. Ну, то есть, кто не хотел делать. Вот. Он сам десантник. Мы видим символику десантника. Ага, где он расскажет. Да. И называется он BMD 2M. То есть, машина десанта. Замта. Да. Ну, и выполнен в этой же стилистике. То есть, он хотел вложить что-нибудь подобное. Прикольно, да? Да. Да. Двигатель здесь стоит. Ахубару. Интрезовое. Двухлитровый. На стол. И автоматическая коробка передает. Ну, едет Бог. Это тоже наш проект. Также HotRot. Танстомный. За основу была взята кабина от Москвича 401. Двигатель здесь от Форда 150. Который именно вот этот. Видите? Он стоял в Волге. Да. На 5,8 литровая. Рама здесь опять же полностью пастомная. Делали сами. Балка передняя. Уливаются. Это газель взята. Ну, так-то так. Понял. Так. Это что такое страшное? Такое непонятное? Это Ford. Мустанг типа. Нет. Thunderbird. 1968 года автомобиль. Ну, я могу быстро, могу помедленнее. Ну, так, да. Ну, в общем, здесь 7,2 литра, 370 сил. Опять же, автомат. Такие автомобили выступали в Наскаре, в Америке. Гонках в то время. Был довольно распространенным. Это автомобиль нашего моториста. Он сам с Камчатки. И с Камчатки он ехал сюда своим ходом. Ого. Да. В общем, он проехал почти 13 тысяч миль. То есть почти 30 тысяч километров. Вот. Ну, вроде бы как без единой поломки. Но, кстати, доверяются крышками на росте. На вот так же. А, он не знаю. Это добрый автомат, вообще полицейский автомобиль. Но здесь мы видим гражданскую версию. СЕ, то есть что, чем отличие? Вот обычное СЕ, это немило Агреха, то есть топчик. Здесь еще и любое сонат. Здесь, кстати, два двигателя, вот. Кстати, их на самом деле очень любили и полицейские, их снимали в кельме, то есть их можно было видеть в полицейской академии. Да, 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 я вот только хотел сказать, клянуть, только хотел сказать, а не в полицейской академии снимают. Да, вот были они в полицейской академии и на самом деле их полюбила полиция, как и Соединенных Штатов Америки, а также и Канаду. Когда Ленцин Нинцент парковал там, он назад ехал, забыл ставить, машины турбинские. Ну, много где-то, ну, много его было. Вообще, почему полюбились здесь, как бы, во-первых, за свою надежность, за экранный кузов опять же стоит малогабаритный, у него не такой большой, допустим, как, там, вот, форт Виктория, да, вот, полицейский, там, да, вот. Опять же здесь усиленный передний банк, чтобы сносить какие-нибудь легкие преграды или нарушители, сдвигать, сдать дороги, да. И он очень тихий, то есть, опять же, что немаловажно для полиции, но при этом бодро ехал. Хорошо. Так, ну, это похоже на тот, что ли? Нет, ну, у них даже года, да, разные совсем. Это много кем любимый автомобиль, на самом деле. Дождь, чарджер, опять же, видим кузов Осье, то есть, виниловая крыша. Автомобиль с 72-го года. Многие сравнивают с каким-то, типа, как у дизеля был, да, под форсажей, нет, ну, там, где-то, тут, отличаются вообще практически всем. У них даже, я не знаю, сходства, в принципе, никакого. Там был 68-го года, 69-го года, форсажей снимались, то есть, каких-то. Здесь у нас стоит РБ 440, магнит, видите, опять же, у нас 72-литра, то есть, как в Кандерберге. Здесь только побольше сил, то есть, 375. И он полегче. Здесь нету рамы. И, как бы, вообще, их было очень много разбитых, как в кино, так же, и ко всеми молодежи был очень любимый автомобиль. Здесь очень много мощности, то есть, наше кара, да, и не было тормозов. Управляемый здесь не фонтан, но это не мешало любить всем этим еще. Хорошо. Ну, и дальше, последний? Это у нас Бьюэк Электро, 225. Ну, Электро не потому, что здесь там перекрытие мотор. Здесь V8 стоит, 7,5 литров, 370 силы, полноразмерный седан, это самый тяжелый до того времени, самый большой был седан. Он, в общем, выпускался в те времена. Опять же, здесь рамный кузов. Но здесь очень много, опять же, электрических примочек, таких, как, допустим, линкольник. То есть, здесь кондиционеры стоят, опять же, климат горит, и самые острые. Круиз-контроль, электр-стеклоподъемники, блокировки дверей, блокировки стеклоподъемника, такая же автоматическая коробка, регулировка электросидений. Также, там, если поднять подлокотники, получится диван, то есть, можно ехать втроем впереди. Вообще, их любили угонять, допустим, грабителей во время погони, то есть, если опустить стекла, здесь нет стойки. Ага, а, и? Тогда это что? Получается большое пространство. Большой взор, панорама. То есть, легко было, во время перестрелки, высунуться, да, каких полицейских дипломатов. Ну, ребята, большое, огромное спасибо. Как зовут? Анатолий. Анатолий, смотрите, поднимаетесь, приезжайте в Ялту, по канатной дороге наверх, метров двадцать проходите весь, а от канатной дороги с левой стороны находится этот замечательный музей. Я думал, ну, что там, два-три автомобиля стоят. Заходите, я уже с другой камеры пишу, заходите, Анатолия спрашивает, он вам такую экскурсию проведет? Вы просто закачаете, серьезно. На сцену, на самом деле, я из Зинастики люблю, проводят очень замечательные экскурсии. У нас вот такая классная команда, все ребята хорошие. И подкованные, потому что человек очень грамотно все рассказал. Я просто не любитель машин, ну, у меня другая специфика. Я люблю пофотографировать что-нибудь. Человек любит машины всей душой, я вижу это просто. Он так рассказывает с такой теплотой, с такой, он может еще здесь, наверное, часов пять рассказывать, но, к сожалению, моя жена вон там стоит, она сейчас сделает меня сектым. Вот, поэтому, ребята, ну все, на этом прощайся. Мы будем расширяться. Да. Все, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok